Ну вот такая красотень получилась. Вот столько сока. Посмотрите, мясо от косточки уделяется. Просто легчайшая. Смотрите, красота такая. Всем привет, вы на канале Андрея Сэмова. И сегодня хотел бы с вами поделиться таким быстрым рецептом, можно сказать так, свиные ребрышки с картошкой в афганском казане. Уже афганский казан у меня маленько запылился. Давно его не доставал с антресолей. Приехал пораньше с работы и, как говорится, я бы этот ролик лучше бы назвал, наверное, то, что есть в доме, все в афганский казан. Нашел у себя ребрышки свиные, вот такие вот отличные. Просто это бомбовские мясные ребрышки свиные. Также, естественно, картошка, лучок, болгарский перец один, помидорка одна и морковка. Что мы делаем? Мы это все сейчас режем на порционные кусочки, которые вам нравятся. Это уже на вкус любого человека. Я это все, как говорится, закладываю крупными кусками. Все это ложим, кладем, укладываем еще как-то в наш замечательный афганский казан и готовим это ровно в течение часа после того момента, как у нас заработают вот эти клапана. То есть, сначала мы разогреваем его, когда они начинают свистеть, засекаем один час и у нас блюдо наше готово. Ничего сложного, абсолютно. Так, ребят, режем лучок вот так вот кольцами и будем его укладывать на дно нашего казана, чтобы он нам дал именно весь сок. Потому что воды мы добавлять не будем, все будет томиться собственным соком. Вот так вот колечками нарезаем. Можно прям с целого нарезать, как бы кому как. Укладываем на дно лук. Чем больше лука, тем больше будет сока, как говорится, да. Весь его укладываем на дно нашего казана и следом ложим, кладем мясо. Следом у нас пошли кусочки мяса. Вот здесь, естественно, мы все распределили и вот так вот ложим, кладем наше мяско. Нашу вкуснятину свинины, просто ребрышки обалденные, ребята, будет просто бомба. Ну и следом нарезаем наши овощи. Брасываем морковку, тоже она так вот у нас распределится по всему казану. Дальше пойдет у нас сейчас помидорка и перчик. Ну и закидываем нашу помидорку и перчик порезанный вот так вот. Чтобы это все томилось у нас в наших овощах. Вкусно, вкусно, вкусно. Ну и следом, следом картошку. Ее можно, конечно, порезать еще. Наверное, сейчас порежу хотя бы напополам. Я люблю, когда крупная картошка. Но сейчас все равно порежу пополам. Ну вот так вот порезал нашу картошку крупную. И тоже туда закидываем это все дело. И все у нас это будет томиться. Решил, вот у меня есть такое вино. Зальем где-то тут, наверное, стаканчик. Вот так вот. Зальем и будет очень-очень вкусно. Я думаю, придаст определенную пикантность мясу. Ну, как минимум, не испортим. Здесь примерно стакан тут где-то было. Вот прям. Ну вот, вот столько вот где-то было. Ну и все. Ставим сейчас на огонь. На большой огонь. Когда наши свистки, я их так называю, зашумят. Ни воды, ничего. Соли ложите, как кладете, ложите. Не знаю. Скажет, замучил уже за ролик это слово. По своим вкусовым предпочтениям. Соль, перец, приправы любые можно. И все. Сейчас это все закрываем. На большом огне, когда засвистят, замеряем час. Снимаем с огня. Оставляем минут на 20. И можно прекрасно уже ужинать. Все, поехали. Зашумел у нас наш многоуважаемый казан. Вот так вот убавляем где-то на меньше среднего газ. Ну и все. И у нас сейчас будет в течение часа готовиться. Ну запах уже обалденный пошел. Ну примерно на один час у нас потомилось наше все блюдо. Мы выключаем газ. И ждем, пока оно остынет. То есть, ну продлится сейчас еще минут 10-15. Получается томление внутри казана. Ну вот такая красотень получилась. Вот столько сока. Посмотрите, мясо от косточки. Видите, уделяется. Просто мягчайшее. Смотрите, красота какая-то. Просто бомба, ребята. Всем советую такой рецепт. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписываемся на канал. Желаю вам успехов в труде. И большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok